Адреналин 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 Победители четвертого потока фабрики предпринимательства «Старт» команда Адреналин Под ваши аплодисменты девочки выиграли, не только показали выдающиеся результаты по выручке, по объему заработанных денег, но и получили инвестиции в размере 300 тысяч рублей Добрый день Хотела бы начать, наверное, свой рассказ с того, что мы с Лесан подруги И кроме того, обе многодетные мамы, у нас по трое замечательных детей Летом, сидя в декрете дома, мы поняли, что хотели бы открыть свой собственный бизнес, но никак не могли решиться Когда Лесан мне сказал, что есть такой проект «Фабрика предпринимательства», мы, не задумываясь, отправили туда заявку, выполнили задание Прошли все этапы, все отборы и очутились на проекте На проект мы пришли с идеей совершенно другой Мы хотели открыть бизнес, связанный с детьми Центр развития детей «Лего Эдукейшн» Но когда рассказали нашему наставнику, Альбине Ибрагимовой, она сказала, что нам нужно проехаться по экспертам проекта и спросить их мнение по поводу нашей ниши Все наставники как один сказали нам хорошо подумать, указали на плюсы и минусы И по результатам анализа мы все-таки приняли решение сменить нашу нишу и заняться внутренним туризмом Сейчас мы стоим перед вами как победители «Фабрики» У нас есть действующий бизнес с оборотом около миллиона рублей И у нас постоянный поток заявок на наше основное направление – экскурсии в город Иннополис Мы знаем, как дальше развиваться, у нас огромные планы И благодаря «Фабрике» мы точно знаем, с чего начинать, как продолжать и к чему мы идем Возможно, сейчас в зале, а сегодня присутствуют будущие победители «Фабрики» предпринимательства Мы искренне верим, желаем вам удачи, искренне верим, что у вас все получится Ведь это сделали мы, значит сможете сделать и вы Браво! Альбина Ибрагимова Ну, я как Сергей Шубин хочу сказать, что мне на самом деле тоже очень повезло с командой Это девочки высокодисциплинированные, которые могут работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, даже, наверное, 8 Вот, ну, девочки очень-большие молодцы, они и мне как бы очень большой посыл дали в моем бизнесе Вот, и я бы хотела сказать, приходите на «Фабрику», здесь есть все инструменты То есть, начиная от технических каких-то вопросов, начиная от каких-то организационных вопросов Куда пойти, что сделать И заканчивая вашими стратегическими планами, здесь вы получите все Поэтому, как бы, не игнорируйте Ну, я всегда говорю, вот уже, наверное, в пятый раз Что то, что вы здесь в зале находитесь, это вы уже впереди планеты всей Так держать Спасибо огромное! Итак, друзья, продолжим знакомство с нашими замечательными наставниками Очень приятно, они не только успешны в своих бизнесах, но и люди с прекрасным чувством юмора Вот, приятно пообщаться с умными, красивыми людьми Итак, друзья, Артем Кагданин под аплодисменты Мы приглашаем на сцену и начинаем знакомство с небольшой видео-визитки Артем Кагданин Известный казанский бизнесмен, директор компании по производству светодиодных светильников «Лидел» Основал компанию с братом Артуром на собственные деньги Сейчас оборот компании составляет более одного миллиарда рублей Артем Кагданин является ярким примером наставника фабрики предпринимательства Его команда «Проквест» организовала свой собственный квест и получила инвестиции в размере 900 тысяч рублей Артем Кагданин доказал, что, прикладывая достаточно усилий и веря в свой проект, реально стать руководителем компании международного уровня Хочу сказать большое спасибо фабрике, что вообще заметили меня Потому что на самом деле я не знал, что я делаю что-то там сверхъестественное или выдающееся Познакомил меня с таким количеством уважаемых людей, предпринимателей Скажем так, с министром даже нашей республики Артем Алексеевичем спасибо за что, я тоже большое Я большую часть времени даже, вы знаете, как вот сейчас заметил тоже среди коллег К чему, говорит, учат здесь наставники Наставники не только учат, но и учатся на самом деле Потому что учиться надо всегда, везде И жизнь настолько многогранна и разносторонняя Такое огромное количество информации нас сейчас окружает, что мы не знаем, что из этого нам взять То есть эту информацию нам пихают просто люди, которые, скажем так, управляют другими людьми И пихают, заставляют нас одевать то, что им нужно Покупать то, что им нужно, тратить свои честно заработанные деньги на то, что нужно не вам И вот, наверное, основное отличие и секрет успешного предпринимателя заключается в том Чтобы отделять ту информацию, которую вам впихивают в голову От той информации, которая действительно может вас к чему-то привести И все успешные люди, которые сидят, наверное, сейчас вот в этом зале Умеют это делать, потому что они это уже показали на собственном опыте И самое интересное, что большинство людей, которые добьются многого Которые добились многого Они добились не только за счет того, что они знают больше других Или умеют больше других А, наверное, все-таки за счет того, что они не хотели мириться с тем положением дел Которое было на тот момент времени, в котором они находились Вот тот пример, который мы здесь показали С телевизором, с диваном, на самом деле очень показателен Потому что большинство талантливых людей – это ленивые люди Ну, честно скажу, я ленивый человек Я думаю, большинство предпринимателей тоже ленивые люди Они ленятся переделывать, ленятся работать постоянно С маленькой отдачей И поэтому эффективность их работы для них важный показатель Им важно, чтобы за одну единицу времени они делали как можно больше И как можно эффективнее Я думаю, все с этим согласятся, предприниматели, да? Ну, ленивые люди, да? Согласитесь? Им даже аплодировать лень Да, им даже аплодировать лень Но я их понимаю, да, я тоже вяло аплодировал Поэтому я хочу в первую очередь вас попросить Вот именно молодежь, которая сейчас… Я тоже еще молодой, честно скажу И поэтому я хочу попросить тех людей, которые сейчас находятся в поиске Возможно, в замешательстве Выключите телевизор Отключите соцсети Уберите телефон И проведите один день наедине с самим собой Знаете, что вас ждет? Вы ужаснетесь в той пустоте, которую вы окунетесь На самом деле Потому что вы поймете, что на самом деле вы ничего не генерируете Вы просто существуете на входящей информации На входящем потоке Но бизнес так построить нельзя После одного дня молчания вы поймете, что нужно что-то генерировать Нужно что-то производить или делать И вот с этого момента начнется ваше становление И как личности, и как предпринимателя Потому что предпринимательство – это побочный эффект успешного человека Он успешен во всем Не только в бизнесе, но и в личной жизни В отношении со своими друзьями, родными и близкими Вот за это я хочу, скажем так Сейчас на данный момент Поблагодарить всех людей Вот которые привели меня к этой мысли Я тоже так делал несколько раз Хотел сказать поднять бокал, да, я понял ваш намек Рано Но еще рано, да После обеда будем делать И именно к этому я хочу вас призвать Ребята, обращайте внимание на то, что вы сами генерируете Спасибо большое